Главу города Киржач Надежду Скороспелову временно отстранили от должности по постановлению суда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ходатайство в местный районный суд направил следователь УМВД. Напомним, в феврале этого года в отношении чиновницы полиция завела уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, она причинила ущерб муниципальному образованию в размере более 8,5 миллионов рублей в результате незаконных действий по перераспределению земельных участков. Проверкой этого дела занималась прокуратура. Ранее суд в удовлетворении ходатайства отказал. Исполняющий обязанности прокурора Киржачского района подал апелляцию, которую удовлетворил областной суд. Материалы вернулись в Киржач на новое рассмотрение. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры области. Больше полутора тысяч семей Владимира получают материнский капитал ежемесячно. Об этом рассказали в областном отделении Фонда пенсионного и социального страхования. С 2023 года выплата приходится на каждого ребенка в семье, пока ему не исполнится три года. Раньше семьи получали от государства финансовую помощь только после рождения второго малыша. Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня деньги будут приходить всем семьям 5 числа каждого месяца, но начисляться сумма будет за предыдущий месяц. Для оформления выплаты семье нужно подать заявление в социальный фонд через госуслуги либо на сайте страховщиков. Такая мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Ее размер равен региональному прожиточному минимуму для детей. Во Владимирской области он составляет 13,5 тысяч рублей. За первый квартал текущего года владимирцы оформили меньше жилищных кредитов, чем в предыдущем году за аналогичный период. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. Во Владимире ипотеку оформили 2741 раз. Разница составила 8%. Однако при этом объем выдачи ипотечных кредитов вырос и составил около 8,5 миллиардов рублей. Пик выдачи займов пришелся на март. Тогда банки предоставляли заемщикам суммы почти на 4 миллиарда рублей. Кстати, средний срок кредита увеличился на полтора года. Он достиг 23 лет и 10 месяцев. Относительно прошлого года также вырос средний размер ипотеки, примерно на 300 тысяч рублей. В итоге он увеличился до 3,1 миллиона рублей, что неудивительно, учитывая нынешние цены на недвижимость.